Я помню свой первый день на службе в полиции. В то время департамент полиции Салема располагался в крошечном здании на краю города. Это был старый дом, набитый людьми и совершенно не приспособленный к повседневной работе. Охранять город становилось все сложнее. И, наконец, власти решили превратить старинный арсенал в нашу новую штаб-квартиру. Когда мы переехали, я сильно удивился, каким большим и современным казалось одно из самых древних зданий Салема, которое, однако, весьма неплохо сохранилось. Кроме того, оно подходило нам по духу. Когда-то здесь проходила первая линия обороны города в эпоху фронтира, а сейчас старый арсенал снова взял на себя эту роль. Уже в наше время. Первая неделя после переезда выдалась довольно суматошно. Один полицейский заявил, что кто-то взял пистолет из его шкафчика. Он 20 минут его искал и, в конце концов, нашел у стены в одном из еще не занятых кабинетов. Кроме того, ночной дежурный доложил о странном дефекте телефона. Бывало так, что если кто-то сообщал о стрельбе, автоматическая система прекращала записывать разговор и тут же начинала воспроизводить слова напуганного абонента снова и снова, до тех пор, пока телефон не отключали. Вскоре стало ясно, что дело не в чьих-то ошибках или неисправной телефонной линии. Однажды вечером по коридору пробежала плачущая врач-патологоанатом. Дело в том, что у нее пропали скальпели и другие инструменты. Она пошла к шкафчику за запасными, однако остановилась в ужасе, увидев отражение в зеркале. У одного из трупов стоял призрак, солдат в форме эпохи гражданской войны. Когда она обернулась, он уже исчез. Она бросилась прочь, но заметила, что в помещении вдруг стало холодно, как в сырой могиле. Конечно, парни в участке ей не поверили, черт убери, да и я тоже, пока не увидел все своими глазами. Как-то раз я заработался допоздна и пошел налить себе кофе. Повернув за угол, я увидел отражение призрака в стеклянном стеллаже с кубками. Он смотрел прямо на меня. Потом поднял свою призрачную винтовку и нажал на спусковой крючок. На стекле появилась паутинка трещин, и я бросился бежать. Капитан мне не поверил и вычел стоимость стекла из моего жалования. Но мне было плевать, считают меня психом или нет. Я знал, что я это видел. Иногда меня спрашивают, гуляет ли еще призрак по коридорам. Всем и всегда я отвечаю одно и то же. Я не в курсе. Я тогда...